В киностудии Чувашкино и архиве электронной документации открыли двери для всех желающих. Что интересного можно увидеть тем, кому интересна история развития национального искусства, узнавала наша съемочная группа. Черный немецкий проектор 1935 года «Гордость архива». Винтажный экспонат пополнил коллекцию в 2016 году. Всего в фонде собрано 15 проекторов, рассчитанных на 8, 16 и 35 миллиметровые кинопленки. Кинопроекционный оборудование усовершенствуется, потому что все больше и больше. Они показаны здесь. Вот большие уже, они уже такие, узкоформатные пленки и так далее. Здесь уже название Украина 580 года. Это все больше и больше. Здесь, если смотреть дальше, уже другое. Здесь уже более широкоформатные пленки начинают у нас использоваться. А на этих полках аккуратно сложены друг на друга бобины. В них хранятся 10 тысяч кинолент. Также у нас есть первые чувашские кинофильмы, которые снимал сам Максим Кошкинский. Еще 20-е годы, 20-е столетие. Яким Максимов Кошкинский – режиссер не только кино. Он основатель Чувашского драмтеатра. В день открытых дверей артисты театра встретились с посетителями и показали им отрывок из спектакля «Соперники». Мне было очень интересно увидеть народных артистов, узнать, как они живут. Я люблю театр и было интересно лично познакомиться с ними и спросить какие-либо вопросы. По традиции сегодня же состоялся день дарения. Нам уже дарят и кинокамеры, и кинопроекторы, фотоаппараты. Один товарищ принес видеомагнитофон, видеокамеру и более 25 кассет с советскими мультиками. То есть вот это все экспонаты, которые пополнит наш музей кино нашей организации. Наглядная история и лучший способ для сохранения и приумножения традиций. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.